Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей сегодняшней встрече, которая посвящена машинам, считаемым давидностям и отражениям их в программе 1S ERP. Ввести вебинар буду я, консультант Нагитрия Галина Гардышева. Вы видите на экране наши контактные данные, адрес электронной, почты, телефон и адрес сайта. Если по какой-то причине вам не удалось, например, досмотреть наш вебинар или он оказался неудобным для вас время, то можете немного позже посмотреть его в записи на нашем сайте. Мы выкладываем записи наших вебинаров, так что, милости просим, приглашаем вас просмотреть наш сайт. Там достаточно много разной интересной информации, которая, надеюсь, будет вам полезна. Итак, программа нашей сегодняшней встречи – это машиночитаемые доверенности. Что это такое, для чего они нужны, когда и кем машиночитаемая доверенность может применяться, как ее делать, и как это отразить в программе в конфигурации 1S ERP версия 2.5 более поздней. Ну и, соответственно, мы поговорим про дополнительные сервисы, отчеты и так далее. Как будет построена наша сегодняшняя встреча? Нормативную информацию я буду показывать на флайдах. Параллельно с этим мы будем переключаться в демо-версию. Я сейчас переключусь в нее. И, собственно, будем уже, так сказать, вживую пробовать и смотреть разные аспекты, и разные этапы действий, которые необходимо совершить для того, чтобы подключиться к машиночитаемым доверенностям, чтобы активизировать обмен, ну и так далее. То есть будем, так сказать, параллельно смотреть слайды и саму конфигурацию. Сразу хочу обратить внимание на то, что очень важно, чтобы вы проверили, перед тем, как начнете их применять, машиночитаемые доверенности. Какая версия программы у вас установлены? Смысл этого заключается в том, что версия 2.4 снята с поддержки еще в апреле месяце. То есть выходит обновление регламентированных отчетов, которые необходимо сделать, но дополнительные сервисы, дополнительные возможности не загружаются. Поэтому вот по такой пиктограммке, которая находится в верхней панели меню, вы можете посмотреть справочную информацию. Справочная информация обычно отображается вот таким значком. И посмотреть релиз вашей программы, то есть релиз платформы и релиз вашей конфигурации. У нас нет самая последняя конфигурация на демо-версию установлена. Сделано это абсолютно сознательно, мы потом немножко позже про это поговорим. Но посмотреть сведения вы можете, соответственно, самостоятельно. И, конечно, когда подойдет дело за 500 года, необходимо установить обновление, чтобы у вас была последняя версия, потому что добавлено достаточно много новых функций, новых возможностей, особенно после релиза 2.5.7. То есть мы сейчас смотрим с вами в процессе нашего вебинара релиз 2.5.8. На самом деле сейчас уже вышел релиз 2.5.9. То есть, соответственно, там гораздо больше возможностей, добавлены новые, новый функционал. То есть там работать достаточно комфортно. Функционал, который в предыдущей версии, естественно, сохранен, но добавлены и новые составляющие. Снова переключаемся на наши слайды. И поговорим теперь про машиночитаемые доверенности. Первоначально предполагалось, что машиночитаемые доверенности будут использоваться с сентября этого года. Потом срок был отодвинут на декабрь этого года. И сейчас уже снова сдвиг сроков произошел. То есть машиночитаемые доверенности будут обязательны к применению с сентября следующего года. Причин для такого передвижения было достаточно много. Но сначала поговорим, что такое машиночитаемые доверенности, с чем она в принципе была сделана. То есть раньше, если, например, главный бухгалтер сдавал отчетность на углу института, когда это еще было на бумажных форматах, то предоставлялась доверенность на то, что он имеет право действовать от имени юридического лица. Сейчас с нового года квалифицированная электронная подпись оформляется только налоговыми инспекциями. И, соответственно, оформляется она на руководителя. Если требуется, в основном это для крупных предприятий, если требуется доверенность для сдачи другими должностными лицами, например, главным бухгалтером, финансовым директором, ну, либо еще каким-то физическим лицом, то разработана форма машиночитаемой доверенности. То есть это аналог обычной бумажной доверенности на подписании электронных документов. Делать его можно прямо в программе 1С, то есть, так сказать, не выходя из-за рабочего стола. И там указывается, собственно, та же самая информация, которая указывается и в бумажных доверенностях, но это уже есть возможность напрямую подавать эту доверенность заинтересованные органы и из любой программы. То есть можно и из 1С, и из 1С отчетность, ну, или если вы работаете с другими операторами электронной отчетности, соответственно, через этих операторов. То есть почему нельзя послать скан? Потому что скан – это, собственно говоря, фотография, картинка, а машиночитаемая доверенность – это то, что может обработать машина, то есть компьютер, и, соответственно, информация с такой доверенности сразу попадает в систему, загружается, и очень удобно это и для налоговых органов, потому что им не надо вводить это вручную. Ну, собственно, для тех, кто подает такую доверенность, это тоже удобно, потому что вся информация есть в системе, о физических лицах, и можно назначать или отзывать заверенность, то есть подтвердить, что данный сотрудник имеет право подписывать какие-то документы от имени организации. Особенно это касается, когда от налоговиков или от других фискальных органов приходят требования на предоставление документов, требования на дать пояснение и так далее. Эта информация, которую вы видите сейчас на экране, это то, что я сказала в самом начале, что в этом году, то есть в БАТО, в втором году, машиночитаемую доверенность можно применять добровольно, то есть по желанию. Сейчас можно работать по любой из двух схем, то есть по старому, когда применяется электронная подпись юрлица, в которой указаны данные сотрудника, или по-новому оформлять уже машиночитаемую доверенность и, соответственно, электронную подпись юрлица, которая оформлена на сотрудника, без указания данных юрлица, то есть это указания, связи не о физическом лице, которые имеют право представлять интересы компании. Обратите внимание, обязательными доверенностью машиночитаемой станут со следующего года. Первоначально было, что с 1 января, но теперь уже были еще последние изменения, что с сентября месяца. Естественно, желательно опробовать, так сказать, обкатать этот вариант заранее, чтобы потом уже имитация и в последние минуты не делать такие доверенности, с вероятностью допустить ошибку, или, ну, как обычно, когда пожар, то все пропало, и случая ошибок возникает в процессе реализации. Собственно говоря, информация, которая в машиночитаемых доверенностях, она такая же, как и в обычных доверениях. То есть, кто делает машиночитаемую доверенность? Ну, соответственно, это в любом случае ответственный работник, чаще всего это директор, либо если у вас работают, ну, операторы, это может делать сотрудник, который вводит информацию, и после того, как информация по машиночитаемой доверенности уже заполнена, после этого руководитель может подписать ее, своей квалифицированной подписи. Обратите внимание, что квалифицированная подпись, которая получена через налоговую инспекцию, дает такое право. А вот если вы оформляли, ну, например, ранее личную электронную подпись на физлицо, то такая подпись уже не подойдет. Подписанная машиночитаемая доверенность отправляется на хранение в информационную систему. Что это значит? То есть это могут быть операторы ЭДО, операторы фискальных органов, аккредитованных центров. Ну, в основном туда входят еще и все наши юридические ресурсы, так сказать, контур, контур-экстерн, Калуга-Астрал, СБИС, ну и так далее. Ну и естественно, если вы, например, с госконтрактами работаете, то это информационные системы казначейства, Центробанка, налоговых инспекций. Ну, то есть вот вы видите перечень информационных систем, которые сейчас поддерживают работу машиночитаемой доверенности, машиночитаемой электронной подписью. Если, например, у сотрудника закончился срок доверенности, вы не хотите продлевать такую доверенность, или по какой-то пути вы вынуждены отозвать эту доверенность, например, сотрудник уволился или ушел в декрет, или по каким-то иным причинам больше не может действовать от имени вашей организации, то, соответственно, в этом случае вы должны направить заявление на отзыв. А вот здесь пока есть еще достаточно большая несостыковка, потому что каждая система форму такого отзыва устанавливает самостоятельно. Есть, то сейчас реализован на сервисе налоговой инспекции дополнительный сервис по работе с машиночитаемой недоверенности. То есть, если вы, например, отправляли напрямую через портал налоговых органов, то туда сейчас добавлены функции. Система может проверять доверенности, получать полные сведения по доверенности. Она хранит список оформленных доверенностей. Ну, соответственно, это происходит загрузка в систему. Ну и на самом сервисе налоговой инспекции можно оформить такую доверенность без использования программного обеспечения, например, в семейство 1С или если вы применяете какие-то другие программы, то в этом случае напрямую на сайте налоговой инспекции вы это можете делать. Мы на эту тему поговорим чуть позже, когда будем с вами смотреть личные кабинеты и функционалу регламентированной отчетности. Собственно говоря, кроме того, что операторы электронной отчетности включили в свои сервисы возможность работать с машиночитаемой доверенностью в дополнительные сервисы и в 1С отчетность, и в 1С ЭДО, то есть это конфигурации, которые относятся к семейству 1С, но работают уже соответственно с третьими сторонами, были добавлены функции для использования МЧД, то есть это сокращенно машиночитаемая доверенность. Как вы видите, 1С совместно с Калуга-Астрал разрабатывали новый функционал для создания подписей в 1С отчетности. Ну, соответственно, этот функционал позволяет ускорить создание сертификатов для подписей, физических, ну, соответственно, имеется в виду, либо это могут быть сотрудники компании, либо это могут быть сотрудники, которые осуществляют бухгалтерское обслуживание вашего предприятия. Ну, то есть добавлен функционал, который может формировать машиночитаемую доверенность и отправлять ее в налоговую, но вот в этом случае непосредственно из 1С, то есть от сотрудника, на которого вы оформляете доверенность. Личное присутствие не требуется, то есть не нужно никаким нотариусом доверять, что да, это действительно подпись вот именно этого человека. Ну, и, собственно, после того, как машиночитаемая доверенность будет загружена в информационную систему, оформляется электронная подпись и картификат на лицо, которое вы там указали. Ой, простите, пожалуйста, перескочила. То же самое касается и отзыва машиночитаемых доверенностей. То есть, соответственно, это тоже можно формировать из 1С. В этом случае в информационной системе приемники будет сделана запись о том, что доверенность прекратила свои действия, но запись о том, что она была оформлена и действовала в какой-то конкретный период, там остаются. Добровольно применять машиночитаемую доверенность можно начинать со второго квартала этого года. почему я сказала про то, что необходимо проверить релизы, потому что именно с этого момента в релизе редакции ERP 2.0.4, как я уже говорила в начале нашей встречи, прекращены добавления дополнительного функционала. то есть соответственно сейчас рабочий функционал это версия 2.5.8, но, как я уже говорила, сейчас вышла версия 2.5.9 и просто пока она находится в тестовом, в тестовой эксплуатации, основной, так сказать, рабочий релиз это 2.5.8, ну и дальше уже пошли номера релиза, например, 235 и так далее. А теперь мы с вами посмотрим, как это можно осуществить в программе 1S ERP. Я вам буду показывать слайдики, у кого лучше зрительное восприятие, после этого мы будем переключаться на демо версию. То есть для того, чтобы включить возможность работы с машиночитаемой отчетностью в конфигурации ERP нам нужно перейти в раздел 1S отчетность и выбрать пункт меню уведомления и из него перейти в машиночитаемую доверенность. Сейчас мы переключимся с вами на демо базу и, соответственно, проведем такой опыт. опыт. Демо база у нас находится в регламентированном учете и в регламентированном учете мы с вами открываем регламентированные отчеты. Обратите внимание, мы с вами попали в тот раздел, который у меня показан на слайде и интересует нас меню уведомления. здесь через кнопочку создать мы, соответственно, попадаем в тот интерфейс, который я показывала на слайде. Переключимся еще раз на нашей слайдике. Вот он наш слайд. Здесь снова переключаюсь на демо базу. Поскольку у меня в организации несколько юридических лиц, то я могу выбрать то юрлицо, на которое я хочу оформить доверенность. И здесь, соответственно, я уже выбрала организацию и теперь выбираю машину читаемой доверенности. Когда мы переходим по этому пункту, мы попадаем в интерфейс, где надо заполнить сведения. Ну, то есть, соответственно, мы заполняем номер, заполняем параметры, с какого. Ну, я поставлю, чтобы с первого ряда работать. И окончание поставим в декабре, 31 декабря. Соответственно, заполняем дальше, то есть, выбираем физическое лицо, которое, если у вас, например, бухгалтерский учет ведет какая-то организация, то можно выбрать контрагента. Если физическое лицо, то, соответственно, мы попадаем в меню выбора уже конкретных физических лиц. Я выбираю первого попавшегося. И обратите внимание, в конце строки у нас есть ссылочки. То есть, если вы засомневались, можно открыть и посмотреть, что у нас про это физик лицо. Написано, какие данные внесены в программу. Видите, с красным подчеркиванием поля обязательных заполнений, которые у меня в данном примере не заполнены. Значит, мне, соответственно, нужно заполнить эти данные для того, чтобы доверенность моя была действительно, и чтобы ее приняли налоговые органы. Но, соответственно, в этом случае, если у меня это я поручаю какому-то физическому лицу сдавать это меня организация, то в этом случае это настройка о том, что отчетность сдается через представителя. То есть вот эти вот поля обязательны к заполнению. Обратите внимание, что мы можем выбрать полномочия, которые мы предоставляем сотруднику, либо полные, либо какие-то ограничения, что, например, только сдавать отчетность или что-то другое. то есть соответственно налоговые органы мы вводим те, для которых необходимо действие этой доверенности и там, где полномочия все, мы выбираем уже соответственно, что мы хотим делегировать данному сотруднику. Обратите внимание, у меня стоит сейчас выбор полномочия неограниченный. Значит, все полномочия, которые перечислены в этом списке, представлены этому сотруднику. Если я выбираю, что полномочия ограничены, то в этом случае я могу уже выбирать какие-то конкретные действия, которые хочу, чтобы этот работник имел право выполнять. Ну, естественно, после того, как я выбрала, я должна нажать сохранить и эти полномочия будут человеку предоставлены. Я пока выберу полномочия неограниченную и, собственно говоря, после того, как мы составили эту отчетность, мы можем уже с ней работать дальше. Сейчас я пока закрою эти закладочки и мы снова перейдем с вами в наши слайды. И теперь вот это мы уже с вами посмотрели и руками потрогали. Вот, собственно, интерфейс заполнения доверенности, то, что мы тоже сейчас с вами посмотрели. А вот теперь мы посмотрим, что мы должны делать дальше. То есть при оформлении доверенности машиночитаемой вот через ссылочку, которая в полномочиях мы выбрали необходимые полномочия. И после этого нам надо настроить взаимодействие нашей программы 1С с налоговыми органами. То есть соответственно снова возвращаемся к нашей базе демо-база. То есть здесь сейчас у меня открыто окно, которое касается настроек. Я еще раз повторю путь, как мы туда попали, регламентированные отчеты. Сейчас пока она запустилась, уведомления. Это нам сейчас пока не нужно, мы поговорим про это, но чуть позже. И соответственно я выбираю создать, выбираю машиночитаемая доверенность, выбираю извините, организацию, которую я хочу, потом выбираю машиночитаемую доверенность, заполняю здесь сведения, выбираю объем полномочий все или не все, и после этого остается одно, то есть мы через меню настройки в этом же разделе 1С отчетность выбираем настройки обмена с контролирующими органами. Здесь открывается журнал, в котором написано состояние моих юридических лиц подключены или не подключены они к разделу 1С отчетность. Хочу добавить, что раздел 1С отчетность это не то, что мы с вами вот допустим регламентированный учет, вот регламентированные отчеты и 1С отчетность, то есть это не просто название заголовочка, то есть 1С отчетность это доработка, которая позволяет напрямую, минуя оператора связи производить обмен с контролирующими органами. Допустим, дополнительный сервис мы можем подключить через, используя подписку на ИТС, то есть есть подписка ИТС Техно и ИТС проф. Если у вас подписка ИТС проф, то многие сервисы, ну, такие, как, например, проверка контрагента, ну, сервисов достаточно много, в этом случае подключаются бесплатно. Скажу, прощения. Если вы подписчик ИТС Техно, то такие дополнительные сервисы будут для вас платные, но стоимость, допустим, той же проверки контрагента составляет 4800 рублей на год. Соответственно, мы с вами смотрим, что вот у меня мое юрлицо, которое мы выбрали для примера, Андромеда, она не подключена к один из отчетностей, то есть она не подключена к дополнительному сервису, поэтому для того, чтобы активировать этот сервис, мне нужно зайти по ссылке, то есть вот синим текстом это у нас ссылочки выделяются и выбрать, какое подключение я буду устанавливать, то есть либо через VIPNet, либо через Криптопро. Ну, соответственно, в этом случае, смотря в зависимости от того, что я выбрала, я нажимаю нужную клавишу и программа установит необходимую компоненту и перезагрузит конфигурацию. Ну, соответственно, если не нужна помощь, я тоже могу воспользоваться ссылочкой. Требуется помощь, я могу не перейти. Снова вернемся к нашим слайдикам. То есть мы выбрали с вами в меню 1С отчетность, мы выбрали настройки и выбрали настройки обмена с контролирующими органами. После того, как мы это активировали, у нас практически из программы начал работать сервис 1С отчетность и по этому сервису мы напрямую обмениваемся с налоговыми органами, с фискальными органами, мы обмениваемся информацией, письмами, ну, то есть, соответственно, любой информацией, которая требуется. Вот у нас картиночка, та, которую мы только что с вами смотрели на демо версии программы и сейчас мы снова туда переключимся и поговорим немножко поподробнее про 1С отчетность и про вот эти вот пункты меню. То есть, если мы с вами переходим сюда из раздела регламентированный отчет, то, соответственно, мы открываем регламентированные отчеты и вот мы видим меню, которое у нас вшито в этот сервис. То есть, регламентированные отчеты в нашем случае это все отчеты, которые вы сдавали, которые отправлялись или наоборот, которые вы получали с изменением статуса. Принцип работы абсолютно такой же, как у всех операторов. То есть, вы создаете какую-то отчетность через кнопочку создать, через кнопочку создать на закладке все перечислены абсолютно все формы налоговой отчетности. Ну, не только налоговую, бухгалтерскую, статистику, то есть, все виды. А на закладочке избранные программа запоминает те, которые вы либо уже создавали, отправляли, либо те, которые отметили вот здесь. То есть, соответственно, если я хочу, например, добавить формы отчетности, ну, это при подаче полной и сокращенной, а полной, полного комплекта отчетности, все пять форм, которые предприятие должно сдавать. Ну, например, расчет чистых активов. Вот я его выбрала, и, соответственно, нужно указать организацию, по которой я хочу формировать такую отчетность. здесь, видите, сейчас у меня стоит предупреждение, что выбранная мной форма устарела. Перейдите к действующей форме отчетов. Можно посмотреть, когда применялись, какие формы, потому что, если вы сдаете корректирующую отчетность, вы ее должны сдавать по форме, которая действовала на момент сдачи. Если текущую, то, соответственно, по актуальным формам. Но показать я вам хотела немножечко другое. То есть, это общие сведения, с которыми вы наверняка уже сталкивались и наверняка знакомы. Значит, по пункту уведомления это, в принципе, подача заявлений, справок, каких-то, ну, дополнительной информации для налоговых органов. То есть, если, например, вы хотите начать применение со следующего года упрощенки, то вы можете выбрать, либо вы переходите с одного вида упрощенки на другое, либо вы переходите просто с общего режима на ОСН, либо вы какие-то показатели превысили и потеряли право на применение упрощенки. то есть, соответственно, вы выбираете по какому юрлицу и что конкретно вы хотите подать налоговую органу. То есть, либо подать заявление на патент, либо что-то еще. То есть, видите, перечень здесь большой, практически все включаются сведения, которые необходимо подавать налоговую инспекцию при такой или иной ситуации. Здесь же, напоминаю, у нас находится машина, читаемая доверенность. и отсюда, вот допустим, по режиму прочему, мы можем подать сведения по банкам сведения об изменении реквизитов индивидуального предпринимателя. И вот здесь же мы можем подавать заявление на зачет переплаты. Как вы знаете, в этом году мы можем переплату за счет одних налогов, за честь счет недоимки, например, по страховым взносам. То есть здесь практически собрана вся переписка с налоговыми и другими фискальными органами, которые имеются сейчас в нашей жизни. Ну, письма это понятно, это переписка с налоговыми органами, чаще всего это когда налоговики требуют каких-то пояснений, требуют каких-то дополнительных сведений, режим сверки. Это, соответственно, сверки с бюджетом, то есть вы можете здесь выбирать вид, то есть если вы выбрали выписка, то здесь все операции по движению денежных средств, по начислению налогов. Если вы выбрали акт сверки, то там только итоговые данные по текущему сальду. Ну, то есть собственно выбирайте тот режим, который вам нужно. И вот теперь собственно что я хотела обратить ваше внимание, это выписки из EGRU. То есть я могу запросить выписку, чтобы мне пришла в PDF. Ну, то есть обычно при формировании выписки мы можем допустим выбирать что-то себе или контрагент, если мы производим обязательную сверку по итогам года, вводим организацию, от которой мы хотим получить сверку и отправляем. Но самое основное для чего нам нужны выписки и собственно выписки нам нужны по нашей организации это не только для машиночитаемых доверенностей, это для того, чтобы проверить не попадете ли вы на штрафные санкции и в черные списки за недостоверную информацию. То есть в чем же смысл такой проверки. Снова переключимся на наши слайдики и вот еще одна нормативная информация то есть с июля прошлого года вступил в силу дополнительный перечень обстоятельств когда ваша отчетность декларация или отчеты по страховым взносам то есть когда ваша отчетность отправлена уже в налоговые органы и допустим имеющая статус в работе будет признано непредоставленным это связано с тем что несвоевременно организация может внести в игре какие-то параметры но так например признать декларацию или расчет непредоставленный налоговые органы могут если они обнаружили что декларация либо расчет подписан неуполномоченным лицом то есть это может быть в двух случаях либо вы не оформили машиночитаемую доверенность либо вы не переоформили через налоговые органы квалифицированную подпись если ваши отчетные документы подписаны дисквалифицированным физическим лицом и на момент подписания дисквалификация еще действует ну естественно та же ситуация если имеются сведения о смерти подписанта то есть подписана отчетность его квалифицированной подписью после того как имеются сведения об его смерти и вот дальше самый распространенный ну как бы случай когда в ЕГРЮ возникает запись о том что предоставлены недостоверные сведения о руководителе возникнуть это может в двух случаях первое если например человек поменял паспорт по возрасту в этом случае в регистрационных данных в ЕГРЮ будет запись о старом паспорте а фактически он получил новый и на данный момент у него уже действует новый паспорт вот в этом случае вы попадаете во первых на все штрафные санкции во вторых на то что налоговики признают вашу отчетность недостоверной ну а в третьих естественно во все черные списки абсолютно аналогичная ситуация если например женщина вышла ну нельзя женщина это могут и мужчина при вступлении в брак изменил например фамилию сменил паспорт та же самая ситуация возникает если в отношении организации подавались сведения например на банкротство либо на реорганизацию ну то есть на прекращение деятельности компании и такое решение было принято опубликовано а подписи за компанию не изменены ну и соответственно самый неприятный пункт по которому налоговые органы могут счесть отчетность непредоставленной это если нарушено контрольное соотношение чаще всего это возникает в сведениях по персонифицированному отчету по отчетности в пенсионный фонд ну то есть вот такие вот органы где ошибки возникают например за счет округления за счет неправильного округления ну то есть по страховым взносам по персонифицированной отчетности кроме того что в этом случае налоговые органы поставили вас как страшного террориста во все свои черные списки не приняли свое не приняли вашу отчетность прислали вам уведомление что она считается непредоставленной здесь есть еще одна тонкость так сказать одна ложка дегтя то есть вы могли совершенно нормально вовремя не нарушая сроков отчетность подать она попадает налоговый орган вы видите у себя в программе что она например в обработке имеет статус в обработке и вот тут и возникает нестыковка то есть достаточно четко прописано что налоговые органы в случае при проведении камеральной проверки в случае если обнаруживают какое-то из перечисленных нарушений имеют право в течение пяти дней после обнаружения такого несоответствия прекратить камеральную проверку и направить вам уведомление о том что вот то-то и то-то было найдено и вы обязаны тоже оговорён срок в течение которого вы обязаны предоставить им пояснения либо какие-то другие действия произвести но не оговорён срок в течение которого налоговики должны начать камеральную проверку то есть это может быть делано и на следующий день после подачи вами отчетности это может быть сделано и через неделю то есть так сказать Пока вы не получите статус на своей отчетности, что принято, расслабляться нельзя и, так сказать, все должны быть в том смысле, особенно главу. Поэтому здесь начинается еще один очень важный момент, почему работа с машиночитаемой недоверенность напрямую фактически связана и с программой, и с дополнительными сервисами, которые сейчас в новых релизах у нас представлены в конфигурациях. Снова мы с вами переключаемся на демо-базу и смотрим, соответственно, напомню, у нас регламентированный учет и 1С-отчетность. Мы с вами добрались до самого вкусненького теста, до интересного, это личный кабинет. Поскольку у нас сейчас и соц.страх работает по электронным, так сказать, каналам, то есть больничные листы у нас все только в электронной форме с этого года выпускаются. И работа с пособиями, то есть там, например, пособия на ребенка в связи с выходом в декрет, ну, то есть все виды пособий у нас в электронном виде, то, соответственно, очень важно зарегистрироваться в кабинетах этих органов. У нас есть такой функционал, то есть это раздел личные кабинеты. Мы можем выбрать, например, личный кабинет налогоплательщика, если это юрлицо, налогоплательщика, если это физлицо, в этом случае, вот я сейчас переход сделаю, мы попадаем сразу на сайт налоговой инспекции, то есть видите, личный кабинет ИП, налог.ру. И мы можем настроить вход, что по записи госуслуг, что по электронной подписи, что по токену, ну, то есть разные варианты, как мы будем попадать в этот сервис. Ну, и, соответственно, кроме того, что, сейчас я закрою, это нам пока не надо, то есть мы зарегистрировались в личных кабинетах и ФСС, обратите внимание, у ФСС два кабинета. Один личный кабинет, это там, где отражаются взаиморасчеты с вашей организацией, результаты камералок, ну, то есть вся информация по юрлицу. И второй личный кабинет, это там, где отражается информация по больничным листам, поскольку на данный момент никто не освободил предприятие от оплаты первых трех дней за счет работодателя. И, соответственно, кроме этого, ну, основные наши фискальные органы. Обратите внимание на личный кабинет статистики. В принципе, в статистике всегда было достаточно легкомысленное отношение, они принимали, то есть если вы там что-то забыли, они писали письма, можно было послать хоть по электронке, хоть и голубям. Но смысл в том, что с этого года они уже применяют штрафные санкции. То есть применение штрафных санкций статистики анонсировано было уже порядка трех лет назад, но применение штрафных санкций реально они начали с этого года. Поэтому, чтобы ваше предприятие не попало, так сказать, в список должников, вам нужно на этом портале, ну, вот мы сейчас тоже можем перейти, на этом портале по вашему ИНН, да, он долго будет, извините, по вашему ИНН проверить, какие виды отчетов для вашей организации, нет, к сожалению, зависли, так быстро не получится. Вернемся обратно. Какие виды отчетности ваша организация обязана сдавать? То есть, может, вы попали под какую-то выборку и, соответственно, должны сдавать какие-то формы, не совсем обычные, например. Ну, и, соответственно, проверите то, что сдается, например, для ИП, есть отчетность, которую мы сдаем раз в четыре года. Ну, то есть, что конкретно вы должны сдать и в какие конкретно сроки. Потому что штрафы за сдачу статистики уже достаточно серьезные, то есть с 70 до 100 тысяч, если это первый случай. И если это повторный случай, то в этом ключе штрафы будут до 150 тысяч. То есть, в общем-то, это достаточно серьезные штрафы на текущий момент. И лучше их избежать, конечно. Это я вам показывала примеры того, что может какие документы подавать организация. Но смысл в том, что вот эта настройка делается один раз. То есть, если у вас много юрлиц, конечно, придется зайти в каждое и настроить работу с кабинетами. То есть, по вашему юрлицу тоже машиночитаемую доверенность передать. Но если у вас одно предприятие, то в этом случае вам необходимо это сделать только один раз. Если уж мы перешли к отчетности и к разным сервисам, то хочу сказать еще про один вид отчетов, на который сейчас очень сильно обращаю внимание. Напомню, что в связи с мобилизационными действиями сейчас большое внимание уделяется отчетности для военкоматов. То есть, вот сейчас мы должны были сдавать три вида отчетности по сотрудникам, достигшим 15-летнего возраста, 16-летнего возраста, по сотрудникам, которые подлежат или не подлежат воинскому учету. Работать с такими отчетами мы можем в том случае, если они активированы. То есть, если мы через раздел «Администрирование» переходим в раздел «Кадры» и здесь, обратите внимание, вот немножечко пониже, у нас есть раздел «Воинский учет». То есть, соответственно, в этом случае здесь должен быть флажок, то есть чекбокс. И если у вас есть сотрудники, которые подлежат бронированию, то нужно проставить чекбоксы здесь. То есть, в этом случае, соответственно, активируются разделы, которые позволяют вести этот учет. И потом мы уже из раздела «Кадры» можем, соответственно, спокойно работать с этими сведениями. То есть, и подавать данные в военкоматы, и, естественно, другую информацию, которая должна быть. Еще раз перехожу в раздел «МСИ», еще раз перехожу в раздел «Регламентированный учет». И здесь нужно проверить, включены ли у вас дополнительные сервисные функции. И хочу обратить ваше внимание на работу с УСН. То есть, точно так же, как у нас добавлена возможность работать с машиночитаемыми доверенностями, со следующего года, я пока это закрою, со следующего года у нас добавлена возможность работать с автоматической упрощенной системой налогообложения. Сама по себе система очень привлекательная, особенно для малых предприятий, потому что по этой системе можно не сдавать отчетность за вас, это будут делать фискальные органы самостоятельно, банки будут передавать все операции, и налоговики сами рассчитывают вашу отчетность и сами себе ее передают. И, кроме этого, снижены тарифы на страховые заносы, на уплату некоторых налогов. Ну и так же, как действующие сейчас упрощенки, можно выбирать объект налогообложения, то есть это доходы или доходы минус расходы. Но поскольку, естественно, налоговые органы за даром работать не будут, то ставки немного повышены по отношению к тому, что мы уже имеем в текущий момент. То есть 8% вместо привычных 6% и 20% вместо привычных 15%. Но зато никакой головной боли. И еще один момент, который тоже обязательно надо учитывать, это то, что изменялись не только режимы, так сказать, налогообложения, то есть введен дополнительный режим АУСН, то есть автоматизированная система упрощенная, но и добавлены были новые ФСБУ, то есть новые возможности, точнее, не возможности, изменения в бухгалтерском учете были приняты, ну и, соответственно, изменения в налоговом учете, в налоговой отчетности. Поэтому очень важно отслеживать изменения в законодательстве и смотреть, что у нас было принято по вашему, например, профилю. Итак, мы снова возвращаемся к нашим слайдам. Основания для признания налоговой отчетности не предоставлены, мы с вами уже рассмотрели. Я снова хочу вернуться к титульному листу. Поскольку наше время уже подходит к концу, я снова хочу обратиться к нашим реквизитам и хочу вам напомнить, что мы будем рады оказать вам любую помощь, то есть это и продажа, и настройка, и внедрение, ну, то есть весь спектр услуг, которые касаются программного обеспечения места 1Р. Вы можете обращаться как по телефону, так и по электронной почте, ну, то есть любым удобным для вас способом. Мы будем рады оказать вам какие-то услуги, какую-то помощь. Соответственно, если вы обращаетесь, например, по электронной почте через сайт, у нас будет больше времени на формирование вам ответа, ну и, естественно, ответ на ваши вопросы будет более адресным, то есть уже с учетом вашей конкретной ситуации, вашей специализации, ну и так далее. На этом разрешите попрощаться с вами. Компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное время, за уделенное внимание. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok